Челлендж, значит. Я и Саша вот эти же материалы смонтируем в какой-нибудь фильме. Ну, формат, там, детали потом определим и посмотрим, у кого получится более интересное видео. Решать это будем я. Чтобы всё было честно и непредвзято. Продолжение следует... Куда-то все едут, там, в строительные магазины, ещё куда-то. В общем, чтобы проехать по Москве по МКАДу 25 километров, нужно потратить, ну, час, если повезёт, а то, может, и больше. Всё плохо, в общем. Направляемся мы в славный старый русский город Переславль-Залесский. Почему туда? Да просто так. Обкатываю новенькую резину и наслаждаемся хорошей погодой. Будем надеяться, что она не испортится. Давай поменяемся. Я тебе говорил, не чай, правда? Выше и везти, и снимать. Когда-нибудь мы однажды будем. А я буду валяться назад и в сиденье и пьян. У меня всё-таки хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»! Хорошо! Я только что немножко провалился под лёд, но так слегка. Вот и Плещеево озеро. Пожалуй, главная достопримечательность этого города. Лёд уже капитально подтаял. У безумных рыбаков всё равно полно. Здесь очень не то, что даже красиво, а скорее спокойно. Должно же тебе тоже быть иногда некомфортно. Ты знаешь, я тебя как-нибудь наставлю летим 7 часов на самолёте. А я к 2 часам уже сознание потеряю просто, и всё время норм будет к концу второго часа. Через что только не пройдут люди, пройдёт то, чтобы сделать парочку хороших кадров. Субтитры подогнал «Симон»! Вода и закаты вечеринка никуда не успевает. И сами поняли, что солнце-то садится довольно быстро. Ну, как правило, сейчас на северо-запад. Я понял. Короче, мы направляемся на северо-запад снимать закат. Ты всё ещё снимаешь? Да. Чёрт, а я не пристегнулся до этого нарушения правил. Не снимай меня. Я пристегнулся. Я не нарушаю ВДД. Не снимай ты меня. Можешь ли тебя будет пририсовать потом. Тысячи моих подписчиков на Ютубе завалят ГИБДД заявлениями о том, что я нарушаю правила дорожного движения. Кстати, по поводу дорог в Переславле. Они внезапно довольно неплохие. Есть небольшие выпыны в асфальте, трещинки, но сам асфальт вполне себе ничего. Ровный. И ехать можно спокойно. Разрешённую скорость 60 км в час. Если вы понимаете, о чём. Если вас будет тошнить, напишите мне в личку. Я скину вам почту и телефон человека, к которому вы можете обратиться по поводу претензий и компенсации. Мне кажется, тут никакая стабилизация не поможет. Ах ты да! Давай считать храмы, которые мы проезжаем. Давай считать храмы, которые мы проезжаем. Два. Я буду повторять с тобой. Потому что я вообще-то должен следить за дорогой, а не считать. Правда? Правда. Когда я буду считать? На самом деле городок вполне себе ничего. Он, конечно, маленький, он, конечно, во многом запущенный. Но оставляет очень приятное впечатление. Ну, что-то вроде Суздаль, только гораздо более оживлённое. Потому что он, во-первых, проездной на Ярославль всё-таки Суздаль как бы в тупичке, в таком аппендиксе от Владимира в 30-ти километрах. А переезд Лавль, он вот на оживлённой трассе. Поэтому машин здесь очень много и магазинов здесь. Куда просто вообще до балды выцепить? И что тут случилось? Три. Три, да. А, мы проезжали ещё до этого. Мы не мимо проезжали, мы считаем те, которые прямо по пути. Окей. Мне кажется, это одно и то же. Ну, это один архитектурный ансамбль, да. Ну, не знаю, пять. Вот это пять, блин. Это пять. Это определённо пять. Это пять, ребята. Там шесть, мне кажется... Нам где-то здесь налево, по идее. Угол женщины говорит ещё ехать. Прямо? Да. За езду под градусом. Да, вот он пятый. Зачем-то я пальцем показывала. Ну, чтобы люди поняли, что вот это храм. Да, да, да. А то вдруг не появляли об озеро. Один и три километра повернись налево. Один и три. Реально, далеко. Ну, по карте это было недалеко от озера. Я просто выбыла в противоположную точку. Мы просто снимаем всё. Ну, ты потом вырежешь. Конечно, будет. Ну, можно просто болтать. Мне нравится болтать на камеру, на самом деле. Удивительно, я ненавижу болтать на камеру. Всё, я иногда заставляю для профилактики. Мне это нравится... Как сказать? Потому что, когда ты смотришь потом, ты видишь какие-то косяки в разговоре. То есть, когда ты просматриваешь свою вот какую-то там речь, не знаю, там длиной в минуту, ты видишь, где ты запинаешься, где ты оговариваешься, где у тебя как-то нечётко произнесены... И просматривая это, ты как бы эти ошибки можешь исправить. Потом ты видишь, где ты что-то делаешь не так. Потому что, вот, ты просто разговариваешь шесть и слушаешь себя. Где шесть? Где шесть? Где шесть? Кусаться деревьями сейчас будет прогалено, будет видно. Ше... А, блин, засвечено солнышком. Ну, там, в общем, шесть. Ну, там точно шесть. Вот, и, в общем, ты можешь исправить, когда ты смотришь на видео свой трёх. Верните налево. Здесь? Да. Видишь, там указатель ГАРА, это... Ну, это кугл женщины, это не я. Да я не тебе, я кугл женщине. Так же было примерно в Медвежьегорске, только там дома вообще пятиэтажные, ты едешь на той же дороженьке, они дома вкратно расступаются, и ты просто выкатываешься на ОНЕГ. Вот это было великолепно вообще. Здесь, конечно, вау, эффект не такой, да и в озеро помельче, но... И в озеро сейчас не в озеро, а лёд. Красиво и классно. А ОНЕГа-то была, конечно, в январе. Просто... Самая жидкая вода в мире. Семь. На всякий случай, да, семь. Так, мужики, кажется... Кажется, спалили. Они тестируют УАЗик. А, нет, они хотят что-то... Увести какой-то металлический ящик. Нет, ну УАЗик, конечно, лютый, просто лютый. Так он мне нравится. Против солнца, наверное, с ним. Ну, ничего страшного. Мне дали команду на то, чтобы приехать, я сейчас потихонечку поеду, у меня будут снимать, так, ручничок. Мы просто не спеша едем. А потом так красиво это всё будет выглядеть на фотографиях. Ух. Нет, но... Вид, конечно, бешеный здесь. Да, я понимаю, Саша, тут никакая стабилизация не спасёт это видео. Мне кажется, можно даже не пытаться. Я проехал достаточно далеко, и у меня почему-то вывернуто зеркало. Сюда, наверное, не видно. Интересный факт. Интересный факт. А зеркало-то реально... реально вывернуто. Ну, всё, теперь всё хорошо. А зеркало-то. А зеркало-то. UFCA обico. Блотову. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Два часа десять минут мы ехали Вот Ну с востока Москвы До вот собственно города Прям вот мы уже остановились Около нашего хостела Как у нас это называется? Гостевой дом Гостевой дом Вот И было на часах Четыре часа тридцать минута Выехали мы в два двадцать И вот Городок маленький Все достопримечательности Находятся друг от друга рядом И это очень удобно Потому что Ну вот сколько Мы с учетом того Что на одной горе Провели там порядка Наверное часа Мы успели совершенно Без проблем Вообще все И это здорово А ночной переславль залезки Себя ничего совершенно не представляет Фонарей здесь не очень много Только на главной улице И в общем-то Гулять по нему Особо желания нет На самом деле Потому что Он Ну не оккультуренный какой-то что ли Он вроде бы красивый Все для туристов На главной улице здесь есть А ты отходишь буквально на сто метров И у тебя начинается грязь У тебя уже У тебя нет нормальных дорог И нет освещения То есть ты даже не понимаешь Куда тебе идти Потому что ты Ничего не видишь Что вокруг Красивое Что-то некрасивое Совершенно непонятно Храм Вот даже Красивые места Какие-то исторические Они не подсвечены Здания Ну вообще ничего Вот И вот что в этих городах Примерно одинаковая численность населения Я думаю там В районе Тысяч Двадцати Тридцать Где-то Ну вообще Дерект Кроме как В самом центре И есть Квартал Или два Может быть Где он кстати Подсвеченный парк И Подсвеченный Резкое торможение Нет тут ничего А если есть То ты этого не видишь Потому что оно Нигде не указано Никак не обозначено Указателей Никаких особо нет Вот ты приехал И у тебя есть Либо интернет Для того чтобы что-то найти Либо Твое собственное любопытство И удача Ну это по-моему не самый лучший подход И Как-то Грустно Это все Место-то Прекрасное Но Я буду не соглашаться Тебе не нравится? Нет Я соглашусь с тем что ты говоришь Потому что на самом деле По моему опыту могу сказать Что Заморачиваться Освещением Подсветкой Покладателем Типа Здесь Это Здесь То Это Чисто такая Русская манера Потому что На самом деле В Европе Очень много Таких же Маленьких Красивых городков И Они Чем вообще Прелестны Тем что Их не делают Специально туристов То есть Блин В этом особенный кайф Реально Ой Не нафиг В этом особенный кайф В том что Люди не заморачиваются Чтобы выставить все Прости Я тебя перебью Надо не забыть Завтра Пройтись По Крепостному Баму Старом Потому что Оттуда Есть симпатичные Виды Это я вот помню Еще из детства Когда бывал Здесь Гулял Короче Мне нравится То что Здесь Красиво И Никто Не заборачивается Насчет того Что Где здесь Красиво Тут ничего Не видно Где красота Ты видишь Красоту Я не вижу Я вижу Красоту Ты Если Приедешь Куда-нибудь В Карпат У тебя В горах Все Подсвечено Иллюминисценция Нет Понимаешь Место Само по себе Красивое Оно Не предусмотрено Тому Чтобы быть Красивым 24 часа В сутки Понимаешь Это как раз Таки показатель Того Что Это не Туристическое Место Сюда Не едут Толго Туристов Чтобы Ночами Здесь Гулять По главным Улицам Нет Это Просто Маленький Городок Который Не заморочен На туристах Который Живет Свою Жизнь И в котором Просто По природе Красиво Понимаешь Сам по себе Красивый Его не успели Застроить Какими-то Страшными Особенными Постройками Но Они Во всяком случае Не бросаются В глаза Эта точка Зрения Имеет право На жизнь Спорить Я с тобой Не буду Но Хотя бы Что-то Можно было бы Обозначить Как-то И самое главное Ладно Хрен с ним Со знак Фиг с ним Со священием Дорог Нет Вот Реально Нет дорог Не хочется Ехать туда Где плохая Дорога Это нам Наплевать Что мне Машину Не жалко И она К этому В общем-то Готова Но Вы бы Видели Насколько Медленно Здесь ползают Местные Жители И какие-то Приехавшие Люди На обычных Городских Машинах О, кстати Дикси Мы пойдем В Дикси Или мы будем Искать Здесь Азбуку Вкуса Как обычно Мы же Успешные Молодые Успешные И это Очень грустно На самом деле То, что Люди Не могут Доехать А когда они Не могут Они не хотят Видимо Всем наплевать На то, что Люди Сюда Не хотят Ехать А потом У нас Выходят Грустные Статьи О том, что Туризм В России Полумертв Ну, естественно Он полумертв Потому что Никто Не хочет Вкладывать Деньги И не надо Сюда Много Туристов Было бы Много Туристов Было бы Не так Круто Я забыл Включить Передачу Вот Теперь Включаем Мы перестали Катиться Ладно, все Пойдем Дикси Дикси Вот как-то Так выглядит Наш Домик Гостевой Он не один Здесь Их несколько Сашу Не видно Она Снимает Она в процессе Сейчас я буду Портить тебе кадр Потому что Я пойду снимать Я вот иду И место Просто топовое На самом деле Очень красиво Здесь Очень классно Единственное Конечно Портится Немножко Здесь Продоз Который Стал Интересно На дальних домиках Зажгли Люблю находить Такие места Интересные Красивые Ну Прям Шик же О На дальних домиках Тоже Зажгли Вообще Жир Он выглядит Как Картный Крущ Вот Колокольня С С С С С С С С Знакомая фотографировала прекрасный вид на город. Но, к сожалению, вот на той двери висит табличка, что это служебное помещение. И попасть туда, возможно, на данный момент не представляется. Поэтому пойдем туда. Но уже, к сожалению, понятно, что маловероятно, что мы залезем реально высоко. Попробуем еще сейчас залезть на стену. На стену точно можно было подниматься, и там через бойницы тоже отличный вид. В общем, как-то так. Никуда не залезли, кроме как на стену и на маленькую башенку. Все закрыто. Колокольня закрыта. Собор закрыт. Там главный храм. Мы пойти не захотели. Ну вот и все, пожалуй, потому что на крепостной вал старый мы не пойдем. Очень там будет скользко, скорее всего грязно, потому что дорожек там нормальных не было. Нет и не будет, скорее всего, никогда. Не все получается, что хочется. Зато вчера мы гораздо больше получили, чем предполагали на этом холме. Как? Гора? Александрова гора. Александрова гора, которая на самом деле высотой 15 метров. Но будем считать, что гора. Нет, наверное... Она клевая. На озеро, оно высоко. Да. Высоко-высоко. Высоко-высоко. Скажи мне, ты, если представится еще возможность, вернуться в Переславль захочешь? Да. Я вот не знаю. То есть там и так много всего, и сзади все можно, ну, задово, не спеша, обстоятельства, все посмотреть. И скажем так, я бы, наверное, вернулся, но не в ближайшее время, а по позже, может быть, через там полгода. Другой сезон. Другой сезон, да, потому что я в прошлый раз был, вот не соврать, не помню, но было, в общем, не очень была погода тоже. По-моему, майские праздники-то были, но погода была так себе и жарко. Конечно, уже озеро Плещеево было озером, то есть там лед сошел полностью, но как-то так себе. А вот летом или, например, золотой осенью, мне кажется, вот леса, которые на холмах, или гора Александра, там должно быть просто бомбезно. Какое мерзкое слово, я сказал. Сними лесовоз. Сними лесовоз. Страшно. Не знаю, спел я или нет. Ну, там что-то было видно, как ушел. Ну, я пыталась. Ладно. Итак, время два часа ровно, и мы приехали туда же, откуда выехали вчера. Кстати, ровно в Остонгане. Дорога обратно заняла у нас два с половиной часа. Ярославка вполне себе теперь приличная трасса, и нет таких адских пробок, как были раньше. То есть, по ней реально вполне спокойно можно ехать. Наверное, в дачный сезон, конечно, там все равно задница, но сейчас вполне себе ничего. На этом можно, наверное, и закончить. Сутки мы проболтались, не знам, а где. Прогуляли, проездили. И очень остались довольны. Как закончить? Что сказать? Пока! Ну и там, это, лайк, писон, репост. Должен же я деньги как-то зарабатывать. Субтитры сделал DimaTorzok